Приветствую вас, Надежда. Исходя из того, что вы спешите, я предполагаю, что вы начали встречаться с женатым мужчиной. С мужчиной, у которого не были закончены отношения со своей женой еще. На мой взгляд, это является первой важной проблемой. То, что вы начали встречаться в целом с человеком, который не свободен, который, ну, вообще говоря, имел какие-то отношения, да? Вот. И совершенно очевидно, не завершил их, потому что, как вы сами говорите, что он зависит от своей жены. Вот. Это первое. Соответственно, важно понять, как конкретно вы оказались во взаимоотношениях с женатым мужчиной и почему. И, соответственно, постараться увидеть, что еще общего. Что общего между вами и мужчиной. Вот. Так что вас связывает? То, что любите вы. Друг друга. Это понятно, но вот. Что обеднеет нас не увидит. Потому что тот факт, что вы вступили в отношения с женатым мужчиной, ну, предполагает наличие, ну, предполагает наличие некоторых специфических моментов у вас. Вот. Вот. Не точно, не точно, но вполне возможно. Вполне вероятно, скажем так. Дальше. Дальше. Так. Значит, он вернулся к своей жене, которую не любит, не любит, но зависит материально. Ну, не очень понятно, и зачем он к ней вернулся, если он ее не любит. Вот. А завис, зависит только материально. Ну, он же какое-то время с вами был, правильно? Вот. И значит, можно с вами находиться. То есть это, ну, как минимум, несколько странно выглядит. Вот. И опять же, вы его, я имею ввиду, ну, мужчину, как будто, как будто бы обрадовали. Вот. Дальше. Ну, что мне делать? Сердце разрывается. А что делать, чтобы что? Чего вы хотите? Можно, в принципе, разобраться с характером ваших отношений. И постараться их гармонизировать. Вот. Можно помочь вам перейти в расставание с человеком. Вот. И тогда. То есть, вот, все это можно сделать. Но не совсем понятно, чего вы, чего вы хотите, чего хотите вы. Вот. Как найти вы, как спрашиваете вы. И висите, пожалуйста, психологическую игру тупик. Я надеюсь, что это станет первым шагом к пониманию проблемы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Спасибо.